Итак, продолжаем играть за нашего орка, орка-война. И мы сейчас в локации Когтистой Горы, Ила Разработки. Так, что у нас по заданиям? За пределами Дураттара. А, понятно. Так, это задание надо отменить. Да. Чтобы не мешалось под глазами. Не попадалось на глаза. Так, дальше что? Все остальные задания ведут уже за пределы Когтистой Горы. Как вы помните, мы должны именно Когтистой Горы пройти. И у нас здесь очутное задание. Давайте-ка поговорим с Джибли Ракитом. Время, деньги, друг. Так, у нас тут проблема. Джибли показывает нам большие куски фекалии, лежащие на полу. Ила Разработки построены рядом с гнездом Виверн. С самого начала Ила Разработки проектировались так, чтобы не тревожить этих тварей. Они, видишь ли, священные для тауренов и орков. А знаешь, что священно для меня чистые ноги. И чтоб их не приходилось очищать от всякой дряни. Джибли, а я думал бабки. Бабки для тебя должны быть священными. Между нами надо бы избавиться от этих зверюк. И тебе пока. Пока. Пойдем избавляться. Так, заданий больше нет, да? Разрешите борта в Оргримаре. Понятно. Поговорите с Нурой, землепроходицей на верхнем пути в южных степях. Это дальше нас ожидает вне этой локации. Так, ну что ж, вперед. Виверн надо убивать. Не понял, где их убивать? Это где-то тут, что ли? Надеюсь. Или в каком-нибудь подземелье. Кто-то просил меня играть за другой класс. Кстати, комментарий уже давно проскочил. Не хочу, чтобы вы подумали, как будто я их не читаю. Я давно уже прочитал. За неистовство кто-то хочет, чтобы я играл. Друзья, я играю сейчас за оружие. Позже мы сменим на неистовство. И даже за защиту поиграем. Я буду постепенно изучать наш класс воина. Буду играть за разные классы, так что не переживайте. Лежать. Просто я хочу понять, что лучше. Одноручник или двуручник? Кто сильнее, кто прочнее? Или они одинаковые? Я пока не понял. Этого. Ну да, понятно. Вот эти виверны, они священные. Мы даже на них летаем. Перелеты на них происходят. Хотя, почему священные, не понять. Почему эти твари священны? Слишком далеко. Вот так вот. Ко мне, засранцы. Так, вот эта способность меня лечит. Я так понимаю. Удар по противнику, наносящий ему 416 единиц урона. И восстанавливающий вам 30% от максимального запаса здоровья. Я нажал этот удар, и у меня сразу исцеление пошло. Но тут не написано, что я лечусь. Нет, написано. Восстанавливающий вам 30% здоровья. Я ж только что прочитал. Да. Бывает такое, что я читаю и... Не смотрю, что я читаю. Так, у нас новый навык. Подрезать сухожилия. Уменьшай его скорость. Это скорее ПВП умение, я думаю. Не достаю. Слишком далеко. Дамага маловато от этой способности. Дамага маловато от этой способности. Отличненько. Шестерых замудохали. Пойдем сдавать. Может даже срезать сможем. Нужно подойти поближе. Бобо, мне больно. Ай-яй-яй-яй. Здоровье падает. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Надеюсь, ни одна не выжила. Вряд ли я выдержу продолжение этого кошмара. Опыт гони. У нас проблема, Оргар. Шпионы Альянса повсюду. Ты их не видел? Это потому, что они невидимы. Под прикрытием. Я знаю, что надо делать. Но мне нужен помощник вроде тебя, чтобы отправиться туда и осуществить мой план. Используй газовую бомбу, чтобы шпионы проявились. Как только увидишь их, разделайся с ними. Шпиона под прикрытием можно узнать по следу, который он оставляет в воздухе. Смотри внимательней. Бронька. Вот это возьмем. Левелап или что это было? Шпионы-паразиты. Как они посмели. Так, вот тут, наверное, шпион. Да, я был прав. Лежать. Так, еще один шпион. Я промазал. Да, давай, нападай. Далеко. Восьмерых нужно загундосить. Удушающий газ. Давайте, кидаем. Мне нужна цель. Так, хорошо. Да, блин, промазал. В принципе, можно и без газа обойтись, как я понял. Просто идем туда, где эти шпионы гуляют. Они сами нападут. Они сами нападут. Ну, давай, нападай. Нет, все-таки надо. Газануть маленько. Знаю, это больно. Приятель. У меня нет цели. Нет цели. Еще двоих. Блин, не могу. Не могу прыгнуть. Готов, голубчик. Возвращаемся. Со шпионами разобрались. У меня, кстати, к вам вопрос, друзья. Что, если я в следующий раз буду играть за орка шамана? Не в следующей серии, когда пройду локацию Когтистой горы. И там дальше у нас продолжение прохождения будет за Воргена, за Альянс. Вот. Но после Воргена опять вернемся к орку. И я думаю, стоит, наверное, вернуться уже к новому классу. Для разнообразия, скажем так. Хочется мне шамана прокачать. Именно шамана орка. В хилерской специализации. Пишите свое мнение. Или стоит дальше продолжать за Воргена. Я не могу работать в таких условиях, друг. Это выше моих сил. Поговори, Собойка. А говорили, что я параноик. А я знал, что тут полно шпионов. Даже в нечистотах. Так, берем изымятый амулет. Властитель Кромгар прислал приказ. Тебе надо сесть на Кромгарский воздушный шар и доставить его на плато Скалоступов. Оттуда надо сбросить груз на силы Альянса в долине боевого шрама. Давай, Орграр. Не надо заставлять Кромгара ждать. Поговори с генералом Гребом. Греба. Когда прибудешь на место назначения. Он скажет, что тебе делать дальше. Греб был помочь. Генерал Греба. Так, понятно. Вот. Наверное, сейчас мы с этого шара начнем бомбить Альянс. Надеюсь. Кромгарский воздушный шар доставлен на плато Скалоступов. Задание было простенькое, в принципе. Так, надо подниматься, да? Где-то там. Это худшая работа в мире. Ил разработчик кричит. Все ради Орды, чувак. Терпи. Ты работаешь на благо Орды. Так, не понял. Как на тебя сесть-то? Ага, вот так. Нравится мне этот воздушный шар. Хочу себе такой. Не просто перелеты между локациями, чтобы были. А чтобы реально воздушный шар. И на нем летать. Почему до сих пор не сделали? Такого средства передвижения. Одни драконы и всякие грифоны и там подобные твари. Нет, чтобы техника. Открыта новая территория. Мы уже улетаем в другую локацию, я так понимаю. Или нет? Нет, это все еще Когтистые горы. В Когтистых горах, я вижу, мы задержимся. Я-то думал, вот это вот Когтистые горы. Вот то, что я показываю сейчас. А оказывается, это вот это все, видимо, да? Еще вот половина территории не изучена. Прикол. Высаживай меня давай. На парашюте прямо ни хрена себе. Красиво. Красиво. Красотуля. Откроем сразу перелетчика. Полетчика, перелетчика. Таксиста. Яндекс.Такси. Убер. Мы на территории, видимо, Тауренов, да? Музыка соответствующая играет. Генерал Гребо. Ваши требования просто возмутительны, генерал. В роще Талдары ты найдешь только перепуганных молодых друидов. У них нет оружия массового поражения. Осторожнее, Таурен. Твои слова можно истолковать как измену. Мои разведчики сообщили, что в роще имеется могущественное оружие. Оружие, которым Альянс воспользуется, если мы его не остановим. Более того, меня послал властитель Кромгар, которого назначил наш вождь Горошадский Крик. Ты выполнишь его приказы или тебе придется... Худа. Я послал своего сына в рощу Талдары за доказательствами. Скоро ты увидишь, что они не представляют для нас угрозы. Все, на этом диалог окончен. Орки, если честно, даже будучи ордынцем, мне не очень нравятся под правлением Гороша. Ваши требования просто возмутительные. А, ну это мы уже читали. Проехали. Объясню-ка я свою позицию. Горош приперся, и он у нас ксенофоб, короче говоря, получается, да? Ненавидит отрекшийся, ненавидит этих самых троллей. И тут еще Тауреном что-то пытается приказывать, как мы видим, да? А Таурены это, блин, первая раса, которую они встретили, когда приплыли в Калимдор. Вот, орки. Еще Трал тогда ими командовал. И Таурены им сильно помогли. У них сразу уважение друг к другу возникло. А Горош приперся и начал тут уже мутить. Мутить воду. Так что даже если бы я был ордынцем каким-нибудь, то я бы, наверное, думал, что за фигня, какого хрена, как Трал мог назначить этого нехорошего человека, ну, орка. Ладушки, сдаем задание. Верховный вождь Сколоступов и... Сколоступ и его Таурены пытаются предать Орду. Видите, какие речи у этого генерала? Они говорят, что древнее дерево в самом сердце долины боевого шрама это какая-то школа друидов. Они не желают понимать, что в военное время приходится прибегать к крайним мерам. Мои разведчики рассказали мне, что ночные эльфы прячут невероятно сильно оружие внутри этого дерева. С этим надо покончить. Пусть этот старый дурень затевает расследование. Он уверял меня, что непременно докажет, будто у ночных эльфов нет оружия массового поражения. А пока мы ждем его доказательства, ты поможешь моей армии в долине. Мы там подготовили много осадных танков и разрушители... Разрушители наши только и ждут сигнала к бою. Садись в лифт, поезжай вниз в подвал заставы и выбери там себе кромгарского разрушителя. Ну, а потом с его помощью задай жару нашим врагам в долине боевого шрама. Так, ребятки. Главная сила! Я думаю, пора заканчивать серию. Там минут 20-30 уже записано. Вот. Такие у нас теперь серии, коротенькие. Вы уж, это самое, не ругайтесь сильно. Я просто собираюсь записать еще некоторые игры и даже прохождение Легиона продолжить. И на все время не хватает. Приходится урезать по времени серии. Вот. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь. И увидимся в следующих сериях. Всем пока!